Вязаные шапки не роскошь, а средство передвижения по морозным улицам. Хотя этот головной убор может приносить пользу образу, если будет соответствовать модным тенденциям. В этом сезоне даем предпочтение лаконичным шапкам, без помпонов, без ушек, без любого декора, кроме одного. Актуальны именно такие лозунги, логотипы, надписи на шапках в таком более спортивном духе. А все остальное мы оставляем уже в прошлом. Очень важно правильно подобрать оттенок шапки к цвету кожи. Ведь она обрамляет ваше лицо, а значит может сделать его землистым и мрачным, или излучающим здоровье и обаяние. Бургунди, карамель, беш, вязаные шапки базовых, приглушенных оттенков без проблем впишутся в любой образ. В тренде также их противоположность – яркие акцентные краски, выделяющие вас в толпе и в однотонных пейзажах. Неоновые оттенки, все оттенки фуксии, ярко-розовые, также фиолетовые оттенки актуальны, могут быть еще такие замечательные бирюзовые оттенки. Вязаные шапки в текущем сезоне особенно дружат с пуховиками оверсайз, классическими зимними пальто и шубами. Крупность вязки – дело личного вкуса. Как именно носить шапку зависит от формы лица. Если вы хотите вытянуть лицо, то оттягиваем шапку немножко на затылок, да, таким образом задаем правильный овал лица. Если же наоборот хотите визуально лицо сделать чуть менее вытянутым, то ее натягиваем до середины лба. Напоследок важный совет от стилистов. Если речь не идет о лютом морозе, лучше не прятать под шапку всю шевелюру до последнего волоска. Если у лица оставить хотя бы несколько локонов, получится более женственный и привлекательный вид.